Приветствуем гостей и подписчиков нашего канала! Этим маем мы отправились в прекрасный солнечный Узбекистан, чтобы посмотреть как живет страна с многовековой историей. Для многих Узбекистан ассоциируется со стереотипами дешевой рабочей силы, пловом, ну и несколькими другими моментами. Мы приехали развеять этот стереотип и показать вам, насколько многогранна эта прекрасная среднеазиатская страна. Попробуем за вас все виды плова, прокатимся из Ташкента в древнейший Самарканд, посмотрим многие достопримечательности, мавзолеи, музеи и прочие-прочие остальные интересности. Перед началом просмотра, как обычно, просим вас подписаться на наш канал, поставить лайк, нажать колокольчик и желаем вам приятного просмотра. А еще мы посетим самые крупные рынки, объедимся просто вкусностями. Поехали! Поехали! Друзья, включить сотовый номер. Это обязательно в любой стране. Купили симочку, отдали 70 тысяч сумм и идем забирать багаж. Поменяли пятерочку для начала, а там дальше посмотрим. Курск, говорят, не ахти. Еще, ребят, вызвали таксишку. Жди меня, смотри, семьи встречаются, все плачут. Еще, ребята, мы в Узбекистане, мы в Ташкенте, приехали, погодка такая пластмурная пока, но будем надеяться, что солнышко мы привезли. И машутки такси. Вот это более-менее. И быстрее, и удобнее. Друзья, мы приехали сразу. Смотрите, ну, это Азия, ребята, ковры. Номерочек улучшили немножечко нам условия. У нас были две раздельные кровати. Сейчас дали одну большую. Ну, вот так вот, эти самые любимые места, что все отдельно, все чин по чину. Деньги сказали потом, потому что у нас с собой размена не было. Сейчас идем менять. Так, ребятки, мы первым делом поменяли деньги. Смотрите, какая стройка идет. Мы живем, мы оказывается, прям сразу, смотрите, сразу вам Ташкент покажу. Без прикрас, как говорится. Нет, а здесь вообще-то очень крутые комплексы строятся. Ну, да, да. Здесь вам не Ташкент, когда говорят, подразумевают, что очень жарко. Завтра будет. Я же тебе сегодня сказала, я тебе погоду рассказала уже. Вообще, тут очень выгодно, ребят, хочу вам сказать, ездить на такси. Яндекс.Такси вызывайте, 100 рублей, все, удовольствие. И выгодно платить в долларах. Да, и оказалось, что что-то рубль прям очень сильно упал. Мы вот сейчас меняли в банке. А вот в долларах берите баксы, ребят. Быть в Узбекистане и не купить сразу. 15 минут спустя. Да, 15 минут спустя всякие разные штуки. Причем у совершенно соседних разных тетенек. Да, это тогда вы не в Узбекистане. А здесь, в общем, мы решили, пока идем покушать, купили сразу же. Взяли черешни, взяли помидоры, взяли шелковицу. В общем, вот так. И направляемся вдоль вот такой вот зеленой улочки. Хотим исследовать легендарное место под названием Тараван. Сейчас посмотрим. Вообще, такое достаточно обжорное путешествие, я так предполагаю, будет. Давайте улочку покажу. Ребята, Ташкент расстраивается. Смотрите, я напоминаю, что мы только приехали. И смотрите, какая фейхуа уже висит вкусная. Май месяц. И вот она. Ну и дома. Смотрите, какие уже. Я напоминаю, мы вот только-только-только прилетели. Мы еще даже не поели. Вот идем и показываем, как живет Ташкент. Вот у нас гастрономически начинается мы прибыли. Ребятки, смотрите, куда. Что по ценам? Что по ценам? Давай цены. Сезон. Так, основные блюда. Ставьте на паузу. Лагман 57 тысяч. Борщ. Ну, это такое все, понятно. Ну, самые основные блюда. Посетить при посещении, я думаю, что надо. Вот, шашлык. Сейчас поедим с косточкой, не с косточкой. Разные другие блюда мы еще попробуем. Это за 100 грамм. Да, да, да. Ну, вместо здесь музыка играет. Ну, мы, я не знаю, застанем, не застанем. Несколько салов, да. Да, так что попробуем. Сейчас принесу порции пока. Ну, что ты скажешь про узбекский лагман, который... Который наворачиваешь, да? Смотри. Вкусно. Начали мы с знаменитого узбекского блюда. И вкусно. И попробуем мы его еще. Я думаю, шурпу еще хочется попробовать. И лагман в других местах. И сравнить. Вот так. И. И. Продолжение следует... 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 смотрите какая подсветка загорелась да мы туда придем и без комментариев просто посмотрите видеоряд как это выглядит а просто видите, паровозик очень красивый антуражная, в свете лампочек, фонарей, здесь смотри такой вид, как будто, ну какая-то что-то такая намешанная, здесь все, стиль наверное невозможно определить, но здесь что-то восточное, здесь какой-то бельгийский разноцветный замок, что-то такое более шотландское, английское, ну грушаточка такая лондонская, фонари красные, очень круто, всего понемногу, здесь опять какие-то эти голландские или бельгийские, домики разноцветные, вот тоненькие такие вот, подкажи, вот они такие как бы приплюснутые, стиль, в общем, всего понемногу, получается, понятно, что такая сборная солянка, но здесь попробовали сразу же в одном месте организовать досуг для всех, мы реально классно отдыхаем, проводим время. Еще в Ташкенте, ребята, есть очень древнейшая, старинная мечеть, Хазратии, или Хазратии, сейчас ударение правильно поставлю, если мы смотрим, я уже почитал, ознакомился, сейчас идем ознакомиться со всем этим архитектурным ансамблем, здесь большая очень территория, и вот то, что видно на первый взгляд сразу же, это еще далеко не все, внутри очень много всего интересного, вот эти мозаики, все национальные, узбекские, сейчас пойдем со всем знакомиться и все интересное показывать. это место определенно прям зачет, нам очень нравится, здесь прям несколько часиков, можно очень отлично провести время, а вот с этой стороны станет красиво, сейчас давай здесь еще фоточки сделаем, вот отсюда, вот отсюда вышли, чтобы зайти внутрь, ребята, смотрите, как все делается, обязательно ноги, головы, все закрываем, так, давай, 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 Да? Да. Ну и ладно. Рыгываемся. Такие мягкие ковры, такие приятные вообще. Для ножек вообще прям кайф. Очень красиво. В общем, очень большая поместительность. Я не знаю, сколько здесь. Я думаю, несколько тысяч людей сюда. Музыка 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 Так, ну что вы не поверите, но в Ташкенте пошел дождь. Как говорится, да, мы не ташкентский сахар, поэтому не растаем, гуляем, ходим. Нам все очень нравится. Здесь прям полдня можно смело провести, погулять. И рынок тут недалеко, на который, я думаю, мы вернемся, посмотрим. Потому что здесь, понятно, туристическое место. А ценники здесь достаточно дороговатые, да. По сравнению с какими-то местами более, вот даже рынок и то дешевле, центральный. Что за плюхи такие, ребята? А вот... Старайка, что в тихонюхать? Шмальц. А что это? А вот который вы давали нюхать? Шелкеем или чем пахнет? Это какой? Вот этот, что ли, да? Это горнчай. Ребята. Еще немного чайку остановится взять. Так, а вот машина стоит, появилась у нас внезапная. И Ташкент парк. Пойдем смотреть сейчас. Приехали тут же, как вы думаете, что? Конечно, Хилтон. Погодка прям Ташкент. Мы сюда прям приехали на целый день оставшийся. И завтра уезжаем исследовать пригороды Ташкента. Ну что, пойдем гулять, показывать, что же здесь такого и вообще для чего сюда люди приезжают. Музыка. 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 ну вот ребята сейчас давайте переворачиваю камеру если вы не знали бы где мы смотрите что это сзади меня швейцария германия берлин цюрих может быть москва нет ребятки это узбекистан ташкент вот так вот очень классно сделано прекрасные домики замечательная архитектура все очень чисто зелено и здесь прям очень классно погулять просто прикольно ничего такого выдающегося но просто посреди парка мило вчера где-то прочитал что-то уже на фоне там репетирует так только один девушка в инстаграме я так смотрю не просто путеводитель смотрю инстаграм людей которые были в ташкенте что-то рассказывают чем-то делится она пишет что я когда сюда приехала вернулась и говорит я много где путешествую ташкент от реально город фонтанов здесь в каждом каком-то микрорайончике в своем есть фонтан это действительно так я убеждаюсь вот мы ходим ездим на такси перемещаемся по городу фонтаны вот практически в каждом микрорайоне даже не районе в каждом микрорайоне города ташкента пацаны в баскет играют в общем классно жизнь течет очень красиво ну а вот и через пару метров подтверждение тому что фонтанов здесь очень много немного санкционочки а вид прекрасный время перекусить ребята так доброе утро друзья взяли вчера автомобиль на один день так как у нас в ташкенте остается еще денечек завтра мы уезжаем самарканд туда мы едем на поезде об этом будет отдельная история сколько стоит билеты как добираться автомобиль вот в этой вот прокатной компании которая сейчас появится на экране мы взяли автомобиль нашли ее просто вот в интернете яндекс 1 вылезает доехали к ребятам машин стоит триста пятьдесят тысяч местных денег мы посчитали что вот прокатиться вокруг ташкента ташкентской области будет здорово к тому же мы в ташкенте практически все посмотрели поэтому что в каждый уголок заглянуть невозможно да и цель такой не было а вот посмотреть что-то рядышком сгонять на озеро на водохранилище посмотреть близлежащий район и мы подумали что будет очень интересно так что стартуем хотел рассказать про штрафы которые в узбекистане предусмотрены для очень быстрых водителей когда брали когда брали машину женщина приехала сдавать автомобиль и у нее два штрафа прилетела по скорости там нарушение меньше 20 километров в час в узбекистане нет вот этой вот плашки как в россии до 20 километров в час у вас не не карается никак законом здесь штрафы вот за один штраф машина стоила 350 тысяч один штраф на 20 километров в час 330 тысяч сумм то есть один раз превысили а камер много сразу же вторую такую цену автомобиля заплатили вот и думайте город 60 километров в час трасса 100 быстрее ездить не рекомендую и и и ой какая красота ну скажи что-нибудь что мы приехали от самое начало водохранилище сразу же наткнулись вот на какого-то зверя прикольного вообще такое надо ехать смотреть да по сторонам наверх от подняться птицы вам возможно и встретиться а так все вот начало самостоятельно экскурсия которую сейчас буду показывать что устал красивая перспектива открывается мост через дамбу здесь он становится уже уже все красиво но вспоминая тот же самый сулакс и каньон где водные прогулки места очень красивые места живописные прям вот здесь будут на катерочке я думаю востребовано было бы у туристов там находится водопад вот полянка который показывал там можно было бы организовать какую-то туристическую такую зону в общем потенциал очень классный вот мы от ташкента отъехали 80 километров и здесь бы туристов потому что в самом ташкенте очень много иностранцев люди которые с деньгами готовы были бы платить за все вот это вот великолепие цвет водички потрясающий ну малечки не доработан но мне очень нравится потому что вот рядом смотри вот снег еще очень красиво май месяц наверху коровка пасется здесь что-то от грузии здесь что-то от этого вот класс очень живописно мы встали на стояночке нам осталось переехать через этот мост и мы оказываемся уже на другой стороне мы половину проехали все и будем двигаться назад только ну уже так более размеренно там еще наверху канатка есть может быть сейчас если мы рано завершим нашу поездку еще на канатке поднимемся все едем дальше так мы начали искать приключения хотим вот туда залезть и сфоткаться на фоне вот этих вот прикольных замечательных разливов а потом я туда приду и там сейчас пофоткаемся будет в общем спустились здесь вот такой вот клёвый язык на нем можно залезть фотографироваться фоточки получаются офигенные ну и вот такой вот прекрасный вид такая классная перспектива очень красиво как ты думаешь что тут такого опасного запрещенные доски использованы на мосту в строительстве были применены специальные узбекские доски и гвозди которые запатентованы и не должны придаться огласки иначе все будут строить такие мосты и такими гвоздями с такими двумя арками да я думаю это американцы короче смотрели через спутники и поняли что надо свои легендарные золотые ворота сделать по образу узбекского моста главное две башни до смотровые или как два пункта смотровых на въезде и на пеший маршрут на нанеский водопад начинается отсюда здесь стоят джипперы которые за 80 тысяч сум забрасывают на 1 водопад и за 400 на другой вот на большой ехать реально очень далеко она видимо оправдана 16 километров до но это вот я не знаю но это на целый день если пешком вот ребята с оборудованием я хочу вам сказать друзья что идти чуть больше двух километров мы таким неспешным темпом единственно дождик прошел и дорогу немножко подразвезло темп еще ниже чем предполагался смотрите состояние дороги небольшая сводка для информации прошли километр 800 метров полет нормальный идем вот единственное изменение которое могли заметить одели кепки солнце начало греть хотя на улице температуру показать 21 градусе особого такого узбекского пекла нету идем сейчас когда зайдем до водопада покажем для чего все это было к ребятам и прошли какую-то отметку что-то начала вода журчать но непонятно пока куда идти тут же но здесь прям система водопадов отсоединена друг с другом видим мои как раз вот как на который возят чуваки за 400 тысяч отсюда можно пройти до самого дальнего сто двести метров короче идти но пойдем смотреть что здесь смотрите водичка очень красиво переливается здесь посиделки свои прав спутниками заезжают он видишь вот эти вот тоже мы прошли сейчас а здесь вон смотри семья сидит самоваром со всеми делами класс так ребятки я вам докладываю что мы добрали здесь вот от этих ворот идти примерно 100 метров и выглядит все это вот так и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok